всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет реакция на сержант братан 11 серия как мы все знаем чем закончилась 10 серия там салту расстреляли только нам не показали как бы по итогу что с ней случилось выжила она или же там все печально да и развитие этих событий как раз и будет происходить в 11 серии так что эта серия обещает быть очень интересной ну все давайте приступать к просмотру не забывайте подписываться на канал погнали вот и это и и Сожги машину, все понял. Ага, исполнители, да? Все, братан, сделал красиво. Заебись! А теперь не палитесь. Хорошо, я на точку. Прям мясо бросил, да? Какие-то такие спартанские условия у этого главаря. Такое ощущение, что как будто бы он, не знаю, на зоне, что ли. Так символично, да, было, когда он бросил вот эти деньги, там, куда попал, там, грязь, мясо, неладное. Ну, показывает, как бы, свое отношение. То есть, он их ни во что не ставит. Чуть что, они также пойдут по расходу, по-любому. Ну, давай, Сержант, действуй. Жанар, я знаю, что вам очень тяжело. Но вы держитесь, пожалуйста. Мы сделаем все, чтобы оказать вашей дочери лучшую медицинскую помощь. Если что-то нужно, в любое время звоните мне, хорошо? Рахмедово. Вы этих морозив уже ищете? Конечно же, ищем. Я отдал приказ перекрыть полностью город. Стреляли в лучших моих сотрудников. И что ты думаешь, я это на тормозах спущу? Весь город перерою. Но найду я этих уродов. Надеюсь, это искренне было сказано. Они стреляли в майора и в капитана полиции. Эти отморозки – беспредельщики. С ними, бля, по-другому будем базарить. О! Вот это уже серьезные разговоры. Как вы говорите, Сержант? Ну, что ты, а? Да. Мам, уйдешь? Не меня, уйдешь. Сену Мулатной удовережения, аптен мене кинап болт. Сену жерман шилвой комада жатканда кюттым. Кызым болса, вольмаусында жаттым. Не ешь, мананын барлык маға, не ешь жин. Оның орта сей жату киды кедык. Жемера, если это тебя успокоит, я бы все отдал, чтобы лежать там вместо салты. Да? Благородный, а? Паяк, кайде болт. Аккей середине, ону коргаул керекет. Я извиняюсь, доброй ночи. Буду откровенен, состояние очень тяжелое. Конкретнее, доктор. Мы извлекли пули, но задеты жизненно важные органы. Мы делаем все возможное, и пока коллегиально мы приняли решение для ее же блага вести ее в искусственную кому. Пипец, вот это поворот, да. У вас какая группа крови? Первая. Нужна третья. У меня третья. У меня тоже третья. Вы пили? Нет, давно не пил. Хорошо. Пройдемте со мной. Слава Богу. Офигеть, да какой поворот с сюжета! Спустя 23 года ты опять в коме. Только уже у дочери. Слава Богу. Слава Богу. Она в чем-то права. Возможно, за наказание за мои движения, за прошлое, он теперь салта в коме. Слава Богу. Блин, ты не представляешь, блин, как у меня все кипит, блин. Була, ты со мной? Обижаешься, братан? Конечно. А вот они, да, настоящие друзья. Через года прямо. Аман. Аман. Лежи, лежи, лежи. Ну, как тебя чувствуешь? Салто в коме? Скажи мне, кто это мог сделать? Да кто угодно. Салтанат Талэн Аркама, сучени Лордхану, цитаран. Сутенера. Любое может быть. Ты с ней больше всех общался? В последнее время, над чем она работала? Может, ей кто-то угрожал? Или она там с кем-то цепанулась? В последнее время она работала. По делу у банда сутенеров. Какие сутенеры? Там имена, данные имеются? А вы их знаете. Опа. Салтанат рассказывал, что вы им дали на них наводку. Все. Недавно она снова посадила их. Как раз от половины, что-то пошло не так. Короче, мне нужны имена и фамилии этих уродов. Рахмет, рахмет за поддержку. Судерден арбер суздер. Судерден арбер суздер. Смешно, уйти, маңызды. Алва, Ержан Вайнс. Рахмет, рахмет, түлкен. Сестра жалып, бетсен. Аумин. Покажи сестру. Эй, тыңдам мал. Тағы бред сестранды курсетши, деп, жазатын болсаң. Мен жүрек жоғы, кен сендерді овар, бұл. Покажи сестру моя дичка какая-то, ну. Жанарочка, жанарочка, ты моя сладкая, извини, я только что узнал. Извини, пожалуйста. Ай, бахрамеке, кешерныши, месикек хабарасу мельдаму. Да ладно, я знаю, я знаю, моя сладкая, моя хорошая, это, а, во, вот это тебе, возьми, там все есть, там яблоко, бананы, апельсинь, как там, как там с салтанатом, все нормально, с ней все нормально. Жанарочка, желаю крепкого здоровья тян, все будет хорошо. Как она? Состояние стабильное, но она еще пока без сознания. Хлаймай. Успокойся, Жанар. Жанар, успокойся. Кургаваламан. Послушайте, мы боремся за ее состояние, вы будете только мешать, поэтому лучше отдохните. Мы выделили для вас отдельную палату, выспитесь, ну а потом сможете ее увидеть, хорошо? Спасибо. Пойдемте, я вас провожу. А, Ержан, красава. Это... Вот, сука, блин, я же понял этого джебжика, он же был с нами на стреле. Помнишь, Була, во? Да, бля, это он. Все, пиздец ему. Ха-ха, блин, а, Була, вообще красава. Ага. Лишнего не говорит. Если бы я мог ходить, я бы пошел бы с вами. Я не сомневаюсь, братишка, лучше ты давай, выздоравливай. Удачи вам. Ребят, долго не буду говорить и много стопать не буду в этой серии. Заметили, да, что никакой фоновой музыки нету, почему-то мне это бросилось прямо, как бы, ну, пришло это в голову, прям напряжение, прямо такая, вот уже практически пол серии прошло, и это одно сплошное напряжение. Круто. В хорошем смысле слова, конечно, круто. Когда беспредел, да, уже учинили. Ребят, может мне кто-нибудь объяснит, почему он в таких спартанских условиях живет, если он глава какого-то криминального там движения, да? Что-то я вот этого не пойму. Старые эти, понятия, все дела, непонятно. Ротан, не обессудь, что побеспокоил, но побазарить надо. Что-то важное. С этой ментессой вертяг не закончился еще. Опа. Иди погуляй на улицу. Бля, пусть там холодно и темно. Куда там... Бля, съебалась быстро, нахуй! Охереть, серьезно, ребята, прямо. Прямо такие сочные кадры. В общем, она жива еще. Но в коме. Вот сука, руба жопой, блядь. Если она будет из комы, нам пиздец. Весело не будет. Так, сделайте так, чтобы она не прослась. Что-то прям пошли ва-банк, да? Уже. Братан, может, бронгуда страдка с юлевшим, рамзан? А да что было, там же везде камеры, бля. Я в коммунисты был, бля. Я тоже зол. Дай подумать. Сержант такой, хладнокровие, да, прям пытается соблести. Я сомкну. Короче, было. Есть одна идейка. Мы это в кино делали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... четко-четко, конечно как говорится, руки помнят, да? Походу пулов опять готовит, да? Жанарочка, ой, Жанарочка, солнышко мое ташкинское, может, покушу ешь, а то желудок болит будет, ой, совсем больно будет. Не хочу. Да какая тут еда, да? Рахмид, бахрамеке. Иржан, ай, Иржан Вайс, может, халу хочешь? Нет. А дыня? Нет. Дыня бухарская, ой, свежий, ой, узбекистан, ой, сладкая, как твоя мама. Эй, нет, я говорю. Ну, я в хорошем смысле. Иржан Вайс, дыня. Так, доброй ночи. Че? Казангалай. В принципе, состояние у нее стабильное. Можно с ней увидеться, только быстро. Да, вы что? Балам. Че ты, мам, че рост? Я, я, казар. А, Жанарочка, удачи вам. Балагашкар. Меня одного немножко подбешивает, этот бахрамакя. Вроде бы правильно назвал. Конечно, он, видать, с хорошими намерениями, да, но че-то прям подбешивает. Иржан Вайс, ты, сухой-веселанье! Эй, вы с ней не вверхе в жиллане! Эй, не вверхе в жиллане, эй! Эй, сука, эй! Че? Эй, сень... Пиздец, ты, дыруй, нахуй, эй! А! Мы вверхе в жилланы, эй! Шалдар, сука! Заткнись! Это тебя сейчас закопает. Дебил что-нибудь. Ну, хана тебе, значит. Теперь говори, кто заказал убить мою дочь? Говори, блядь! Ай, ты хочешь тебя поймать на хуй? Бля, если на хуй! Походу, был там поймите на хуй? Эй, отойди на хуй, было! Говори, блядь, этот шеф да, заказал? Этот шеф, блядь! Ай, другой братан, действительно поймите на хуй. Да было хороста. Серьезно поймите на хуй. Блядь, блядь, блядь! Поймите на хуй, не мне деки его втурсы, братан! Эй, смуйся деки на хуй! Не мне сонам на хуй, блядь! Балжа обшелся где? Ебать, это че за херня еще? Ебать! Вот видишь, на хуй! Это че такое? Ради дочки, на хуй! Я, блядь, любого завалил, сука! Тебе говори! Кто заказал, блядь! Говори! Братан! Отпаш, братан! Отпаш, братан! Минише не бульми, братан! Разай там куда ехать, братан! Минише не бульми, братан! Не бульми, братан! Не бульми, братан! Не бульми, братан! Аuşтый, братан! Я, братан, просто воmonary крыльего... К bezит. Что это? Охренеть! Охренеть! Как это да, как ты нахлопленд? Стукл руки с места на шиньество декой мачать? Охренеть! Я реально поверил. Да ну нахуй. Чё за пацаном? Вот это да. А как мы просто тут кино снимаем? Вот это да. Да я думаю, Сержан реально просто стартурный. Да я думаю, Сержан реально просто стартурный. Чёртанул фазан. Вот что он имел в виду, да? Так мы в кино делали. Опа. Изумал. Сердце и мозг функционируют нормально. Мы стараемся обеспечивать её организм всем необходимым. Но пока ещё рано. Рано делать какие-либо выводы. Кома — вещь непредсказуемая. Сержант, полноцен. Безумай. 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 Безумай! Он в действии, ну нет. Он в действии. Да я слышу о том. Безумай. Стричек. На сегодня хватит. Не дай бог чего. Заразу какую занесем, поэтому... Тюрьма. Тюрьма. Блин, а сейчас же будет, да? Сейчас что-то произойдет. Что-то какие-то жесткие беспредельщики прям просто по головам идут. Ержан, Ержан, что ты чувствуешь? Отпусти ее! Отпусти, блядь! Я с утра тебя, блядь! Отпусти! Сука! Что делаешь там? Отпусти ее! Что случилось, блядь? Позовите врача! Позовите! Пожалуйста! Ай, блин, сука! А что ты, бахрам? Опа, сержант! Аккуратнее. Ломай, блядь сюда. Да, у меня аж мурашки. Ай, блин, сука! Что случилось, бахрам? Сержант, братан, лови! Лови этого гада! Я подумал, что лови! Сука! Да, вот это да! Сержант, давай, старичок, браток! Да, они его должны поймать. Давай, давай, старичку, прыгай! Блядь, эти твари, блядь, совсем охренели, суки! Все, им конец. Короче, остаемся в больнице, будем дежурить по очереди. Була, всем готовы? Все понял, братан. Бахрам, твой коридор. Все понятно. Так, возьми этот кастет на всех случаях. Да нет, не надо, все нормально, братан. Я заряжен, чисто узбекский старик. О-о-о! Бахрам, еще раз спасибо за помощь. Не за что, братан. Салтанат мне как дочь. Держи. Молодец. Ты сегодня сестру спас. Чё, болит? Чё, нормально. Ничего. Туда свадьба зашвёт. Баб, кем делал? Пока не знаю. Если барсан армейн диалоги, брыгай. Толхан саны. Ты это, Рэмбо, успокойся. Ты мне здесь нужен. Ты сегодня большое дело сделала. С этими уродами я сам разберусь, хорошо? И почему-то я верю, Сержан. Конечно, бывает. Для мужика это нормально. Давай, мужик, иди, отдыхай. Да, все нормально. Блин, какая сцена крутая. Прям такой по-отцовски прям. Ну, как она? Ты знаешь? Казырэнды хангайл вақты месесы. Сержан, бен сен мен сөйлескен келмейт. Знаю. Говорю тебе в присутствии дочери. То, что сегодня произошло, больше не повторится. Отвечаю. Я за Салтанат, за Ержана, за тебя всех порву. Да просто мужик, да? Баран, сука! Стержан. Ты можешь себе простую работу сделать? Братан, я все исправлю. Дайте больше времени. Рот закрой, нахуй. Сейчас надо насухариться. Идите нахуй отсюда. Салам. Да. Да, это мой Казе. И надо так со мной базарить. Я понимаю, что вы закрываете все щели, но... Слушай, нахуй, ты тон сбавь! Охуёв, что ли? Или ты бесплатно работаешь? Пидор, блин. У меня, кажется, есть догадки, с кем он так общался. Вы что думаете? Напишите в комментариях. Интересно, совпадет мое мнение с вашим? Да. А, вот это да. Вот это серия. Даже стопать неохота. Я просто смотрю на одном дыхании. Да. Эта музыка в конце прям не подходит, да? Под эту серию? ну ребят вы сами все видели я думаю тут какие-либо комментарии излишне касаемо того что это лучше серия из 11 мне писали в комментариях что и будет 12 ну а ног к тому как бы идет да здесь прямо развязка развязка всего вот этого действия которое началось там со второй с третьей серии когда когда салтанат первый раз связалась с этими упырями и все да к этому идет скорее сюда 12 будет последняя жаль прямо такой сериал но в принципе так я я считаю что затягивать тоже не очень как бы возможно будет интересно да здесь мало но все так емко и круто и потом останутся как бы очень крутые впечатления воспоминания эмоции скорее всего будет какой-нибудь второй сезон наверное но я в шоке ребят что касаемо вот этих сцен да кстати мне очень нравится как играют актеры которые играет вот этих вот бандитов особенно вот это вот второй по значимости до который управляет этими шестерками которые пришел и сообщил этом говорю что но салтанат жива прям какая-то такая атмосфера ну то есть такое ощущение что ребята как бы не отыгрывают а реально живут эти этой жизнью или возможно раньше они как бы были причастны к таким всяким движением всевозможным и вот под конец тоже мне очень запомнилось и почему-то прям так вот я на нее обратил внимание сцена когда сержант говорил ержану что он спас дочь и что это настоящий мужской поступок и это было так круто снято прямо в этот момент действительно веришь что ну это не кино как будто бы это не кино а реально какие-то события которые происходят вокруг тебя а ты почему-то просто рядом присутствуешь да а тебя почему-то рядом а тебя почему-то никто не видит из этих окружающих они как будто бы на самом деле это живут и проживают и давно я не испытывал таких моментов а тем более от сериалов не знаю как там у вас у вас лично вот у меня такое стереотипы были всегда что сериалы такой немножко как бы но ниже уровнем чем полнометражный фильм а здесь прямо уровень перед перегоняй до большинство полнометражных фильмов а это сериал и сериал который делают как бы у нас до в постсоветском пространстве я имею ввиду все понятно это казахстан но уровень такой прямо я конечно не смотрю заграничные сериалы там американские еще какие-либо но здесь я чувствую что прямо скорее всего на одном уровне и почему-то мне так кажется по поводу кстати да вот этот момент хотел вы поняли с кем этот глав главарь говорил по телефону почему-то мне кажется что это самый полковник который просто сидит у них на зарплате так ну просто ему от различных этих там сутенерство наркоты и башляет бабки и все а он их прикрывает вот это в 12 серии скорее всего этот момент тоже конечно же раскроется и почему-то мне кажется что это так напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу да блин столько много всего хотел сказать но сейчас как-то какие-то моменты ушли а стопать прям не хотел прямо охота было смотреть и смотреть и смотреть про я я до сих пор под впечатлением то серия была до концовка а эта серия прямо не то что даже оправдала ожидания да она даже немного превзошла ожидания потому что здесь прямо всего всего было много ну конечно вот эти вот киношные моменты да как бы как это назвать в угоду сценарию до чтобы это все было так в плане того что зашел в больницу до посторонний человек там никакого там я не знаю блокпоста не блокпоста вот это ничего не было тем более там лежат полицейские до высоко ну которых высокий ранг майор капитана которых было совершено покушение и никакая охрана не была выставлена хотя бы один какой-нибудь дежурный там полицейский но это как бы сделаем скидку да на это это уж совсем если докапываться тут как бы суть в другом во всем вообще понимаете да в этом во всем действии ребята кому понравилась моя реакция не забывайте поставить лайк написать комментарий все что вы думаете и кто не подписан подписывайтесь на канал все всем пока до встречи в комментариях удачи